Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 27 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Соборного Послания апостола Иоанна Богослова. Это первое его послание. И координаты сегодняшнего отрывка следующие. Это третья глава стихи с 21 по 24, то есть до конца главы. И глава четвертая, первые шесть стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Возлюбленные, не всякому Духу верьте, но испытывайте Духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо Тот, Кто в вас, больше того, Кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор все так же на первое соборное послание апостола Иоанна Богослова. И сегодняшний отрывок заключается в двух главах. Это конец третьей, начало четвертой главы. И в начале сегодняшнего отрывка мы читаем «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И тот сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Итак, мы видим, что вот эта вот часть, первая часть сегодняшнего отрывка, она говорит нам о исповедании веры в Иисуса Христа, как необходимое условие нашей жизни в Боге, наше пребывание в Боге через Духа Святого. Это все происходит по обетованию Божию и по заповеди Божией. Господь говорит нам о том, что мы должны возлюбить Господа Бога всем сердцем Своим, всей душою, всем разумением Своим. И также Он говорит о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя. И на этом же здесь и акцентирует внимание апостол Иоанн, напоминая нам слова нашего Божественного Учителя, нашего Господа Иисуса Христа. «Чтобы мы любили друг друга, как Он заповедовал нам». 23 стих, конец 23 стиха. «И кто сохраняет заповедь Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». И далее, вот этот последний стих, вернее, последнее предложение 24 стиха. «И что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Действительно, мы можем узнавать о присутствии Бога в нас. И более того, наше дерзновение, как Божьего Господу, наше исполнение наших чаяний, наших молитв, оно имеет место быть только в результате того, что мы исповедуем и веруем действительно в Иисуса Христа. И делаем благоугодное пред Ним, то есть творим дела любви. А что есть дела любви, мы с вами говорили в предыдущих передачах вчера и позавчера, то есть 26-25 февраля, мы говорили о том, что и читали предыдущие отрывки данного соборного послания Иоанна Богослова, где раскрывается эта идея, эта идея следования за Христом, исповедания в Него веры, и дела любви. Что есть дела любви в понимании апостольском, в понимании то, как это видят апостолы, как они реализуют это в своих посланиях и в своей жизни. И здесь мы сказали о том, что 24 стих говорит нам о узнавании того, что мы пребываем в Духе. И действительно, духовная жизнь, она была более динамичной, более, скажем так, свободной в те времена. Это накладывало определенный отпечаток на всю духовную жизнь первохристианской общины, первохристианских общин. И этот отпечаток, он носил как позитивный характер, так и негативный. Действительно, когда ты видишь проявление Духа, а тогда мы читаем это из Писания и знаем из опыта церкви, из предания церкви, что когда Дух Святой не сходил на людей, крещаемых, это было видно окружающим. Действительно, человек преображался, он менялся. И, конечно же, приятно и здорово жить, когда ты видишь реальное действие Святого Духа, что нельзя сказать о сегодняшнем времени, сейчас Дух себя проявляет не таким образом. Но в то же время вот такое активное, яркое проявление Духа, оно накладывало и определенные проблемы, потому что тогда существовало очень много различных мистиков, лжепророков, волхвов, которые спекулировали вот на такой духовности. И невозможно было, на первый взгляд, отличить христианина, который пребывает в Духе, и человека, который абсолютно чужд христианству и не исповедует нашу веру. Во-первых, как мы сказали, мы можем узнать, что Дух пребывает в нас, по словам апостола Иоанна. И дальше он дает некоторые критерии, как мы должны распознавать Дух, от Бога он или нет. «Возлюбленные не всякому Духу верьте, но испытывайте Духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Итак, вот мы видим первый критерий. «Исповедание, если человек и этот Дух внушает человеку веру и укрепляет веру в то, что Иисус Христос пришел в этот мир и Он был живым человеком, подобным во всем нам, кроме греха, то есть исповедание веры в реальность Бога воплощения, то тогда это Дух от Бога. Если же нет, то мы рискуем вообще отпасть в ересь, что в будущем и произошло. Эпоха Вселенских Соборок нам об этом и говорит. Были разные люди, которые акцентировали свое внимание на том, что Бог либо полностью абсолютный человек и всего лишь высшее творение Бога, либо что это Бог, который нам всего лишь казался и не появлялся. На самом деле это некая такая была голограмма. И такие выводы, они очень опасны, потому что, следуя этим выводам, мы можем прийти к тому, что, в принципе, мы-то и не спасены. Если Бог, если Иисус Христос это всего лишь человек, то мы не спасены. И если в то же время Бог не воспринял нашу падшую человеческую природу, то наша природа тоже не освящена. Поэтому и говорит апостол Иоанн, что такой дух не от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Итак, дорогие братья и сестры, будем испытывать духа, который пребывает в нас. Будем веровать в Иисуса Христа, исповедовать апостольскую веру, веру церковную, утвержденную на церковном предании и на вере святых отцов. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова